Старый тюз к 31 декабря будет сдан. Это подтверждают строители, которые восстанавливают здание после пожара. Наша съемочная группа побывала на объекте и лично убедилась, на какой стадии находятся ремонтные работы. Здание старого тюза после пожара с каждым днем обретает новые черты. Основные работы выполнены рапорту и подрядчики, председателю комитета капстроительства области. Усиленный фундамент и стены, воссозданы лестничные марши. Рабочие приступили к отделке помещений, тянут электрику и системы вентиляции. Самым тяжелым в прямом смысле слова, моментом реконструкции подрядчики считают подъем несущих элементов кровли. Такой тоннаж, 20 тонн только одни фермы были, в кладках, в котором невозможно было подступиться, это все вручную, все это делалось. И мы сделали это очень за две недели. В принципе, я считаю, что очень короткие сроки. Люди работали под дождем и под всем, но работу мы выполнили. Подрядчики обещают сохранить в прежнем виде две вещи – центральную лестницу и фасад здания. Для его облицовки закуплена специальная немецкая плитка. По цвету и текстуре она повторит оригинал. Основные изменения будут внутри. Площадь всех помещений увеличится на 500 квадратных метров. В пережившем пожар здании обещают сделать акцент на пожаротушении. Проложат три километра систем. По словам строителей и чиновников, график работ выдерживается. И к концу декабря все отделочные работы будут закончены. Правда, есть нюанс. 1 января ТЮС откроет свои двери. Мы покажем ход выполнения работы, и он будет завершен. Но не для зрителей. Для зрителей есть определенные элементы, которые требуют действительно полного обустройства данного учреждения. Прежде всего, это и наличие кресла, одежда, сцены. Это все будет приобретаться чуть-чуть попозже. 1 января строители обещают пригласить журналистов в новый старый ТЮС, чтобы они лично сравнили, сохранило ли здание свой привычный облик. Юлия Шишкина, Роман Шильдяев, РЕН-ТВ, Саратов. Журналист.